Всем привет, народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите мой же Сплей канал, и давайте мы вместе с вами заценим прикольную игру, бесплатно абсолютно, она называется Чес Ворс, то есть шахматные войны. Нашел ее совершенно случайно на сайте для иговых разработчиков ИЧИО, здесь я уже начал, как видите, небольшую партию, а мне вот интересно, можно ли удалить игру и начать заново, то есть новую партию, ну потому что я уже запустил игру, потестировал ее, чисто попробовал, что она из себя представляет. И это, ну блин, прикольная жахматная игра, где игра с бапами, игра как будто вы в каких-то покемонов играете, потому что здесь пешки и прочие будут друг с другом устраивать целую зарубу, войну, мать его, и это очень прикольно выглядит. Ну, по крайней мере, давайте вместе с вами там на протяжении, ну, около что-то 20 минут в нее поиграем, долго, наверное, не буду в нее залипать, но тем не менее. Так, ага, кстати, сейчас коняшка меня убьет. Ну, тут я вижу еще какие-то бонусы есть, я не совсем понимаю, как ими правильно пользоваться, и можно ли ими вообще как-то пользоваться, но мы их, видите, тут подбираем. Наверное, ими можно пользоваться прям в сражении, то есть у нас тут будет сражение между пешками там и так далее, и вот эти бонусы, как раз таки, надо будет использовать. Так. Ага, насквозь мы не берем, получается. Ну, окей. Сейчас мы соберем бонусы, сейчас устроим зарубу, вот, пошла заруба с пешками, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, он атакует. Удар. Ну-ка, а что я могу сделать? Давай используем что-нибудь, что у нас там есть? Восстанавливает ману, восстанавливает броню, восстанавливает жизнь его. Можно взять и хпшки себе пополнить, тебе насрать. Класс, да? Такая, как шахматная JRPG получается. Блин, нам все равно будет бить. Я ж не смогу бесконечно хп пополнять. Давай, допустим, так, стреляет в оппонента. И наносит урон. Так, это кастует спелл, ну давай. Это, типа, мы понизили ему защиту. Ну, сейчас меня ударит и победит. Надо было, наверное, атаковать в ответ. Хотя, хрен его знает. Короче, ну да. Прикол в том, что кто первый атакует, тот, в сути, и побеждает. Так, а теперь давай я попробую. Так. Давай с автомата. Чик-чик, паза пока. Но. Ну, сейчас меня добьет. Тут, наверное, надо было тоже, это, кулачком бить. Так, все, пешка улетает наша. Ну, это было, в принципе, ожидаемо. А теперь мы атакуем. Ну-ка, ну-ка, иди сюда. Козли, да, сейчас мы тебя там с ним за Джонни. По щечину мы оформим, пожалуйста. На. Так, 6 кп осталось. Блин, жалко, не добил. То есть, видите, у каждого есть, типа, свои скиллы. Так, ну и добей его просто. По щечиной. Отлично. Все. С этим делом мы разобрались. Пойдем сейчас других разваливать. Так, ну, конечно, кстати, пешку может развалить. И не только. Ни хрена себе. Смотри, какая заруба сейчас будет. Это что у нас эти, королевы дерутся, да? Так, вот это я провтыкал. Видите, я плохо в шахматы, очень плохо играю. Ну, я это и не скрывал никогда, да? Типа, что я очень плохо в шахматы играю. Но, тем не менее. Так. Давай вот так вот. Тоже, заворозку кинем. Резист. Насрать. В каком-то плане. Инфликт и лот оф дэмэдж. Давай. Так резисты. Это сейчас будет битва легендарная. Блин, а вот тут прошло. И урон прошел. Ни хрена себе. Слушай, а почему у него такие вот сильные атаки, а у меня нет? Наверное, потому что он первый атакует. Так, ну давай королем развалим его. Отомстим за королеву. А, просто без сражений? Ну, ладно. Так, пошла заруба. Тут, короче, у каждого, видите, свои скиллсы. Типа он ферзь, может фаерболами пуляться. Так, сто. Можем, кстати, зелье какое-то съесть. Зелье на... Повышение... Защиты. Давай попробуем. Будем терпеть урон, так сказать. Вот режим терпил и включен. Так. А, ничего не делаешь? Да ладно. Ну. Ну. Ну, я даже не знаю. Защиту и силу давай понизим ему. Вот так вот. Ну, правда, не сильно она понизилась. То есть, я большого смысла в этом сильно не вижу. Так, он наоборот ее повышает зельями. Черт, это добито сейчас будет легендарная. Давай тогда. Шлепок ему. Сколько там урона интересно даст? На. Слушай, хороший урон. Надо ему, наверное, прям шлепкам бить. А он пока зелья кушает. Так давай еще ударим. Он, типа, повышает себе урон и броню вроде восполняет. Два хп осталось. Ну-ка, может, добьем его? Или он похилился? Вот, зараза. Это можно просто, ну, бесконечно делать, потому что зелик дохрена. Да, он похилился. Вот, сука. А ну-ка, еще раз давай. На. Если я сейчас не буду хилиться, я его смогу убить. Зараза. А если я? Прикол, пешка сейчас этого, ферзя развалит. На. Хорош. Да, шахматные войны, там не шутки, дети. Так, что еще можем взять? Давай, наверное. Так, это кто кого убил уже, да, я вижу? Давай коняшкой сюда походим, пусть будет. Короля бы еще назад отправить. Так, ну, устроим зарубу пешек. По классике. Халупы. Ой, это, как говорится. А, блин, у меня тут мало хп. Давай восполним тогда. Хеллс Пойнт. Как это у нас? Паны дерутся, у холопов чубы разлетаются, да? Вот тут то же самое. Так, ну ладно, пешку мы потеряли. Я забыл, что эта пешка полуубитая. Надо было, наверное, другой атаковать. Ну, что, сам, в принципе, может меня атаковать. А нет. Он забирает скиллы себе какие-то. Я не понимаю, что эти штуки дают. До сих пор особо не разобрался. А, вот, можно жизни поставить 65. 90. Ну, в принципе, шансы есть победить. Но небольшие. А, ну, все равно, какая, какая разница? Если мы будем сидеть, ждать, он на нас сам нападет. Давайте атаковать первыми. Будем атаковать первыми. Нанесем первый очень значительный урон. На. Резист. Ого. Так, надо сейчас хилиться. А, понял. Не надо хилиться. На том свете отхилимся. Блин, я не совсем понимаю. Вот как-то вот у него прям хорошие атаки у меня не очень. Странно это выглядит. Так, коняшкой давай походим сюда. А коняшка его сейчас на меня может походить? Ага. Ага. Короля давай сюда уберем. Возьму какую-то защиту. Это, может, какие-то бафы, я не знаю. Ну, совсем, если честно, сам понимаю, как это до сих пор здесь работает. Так, давай сюда подойдем. Ага, пошла драка. То, на что я так и надеялся. Специально лошадку подставил. Ни хрена себе. Так, Коля, ты чего умеешь делать? Заморозка противника. Ну, давай, может, проканает. А, резист насрать ему вообще на это. Так. Что за оппонент? Ну, как-то мало урона дает. Вообще мало. Ну, сейчас, короче, коня добьет. У него, да. У него до хрена урона. Блин, кажется, мы всираем. Обиденько. Чек. Да, я знаю, что чек. Сейчас отойдем. Не ссыте. Так. Ну. А, не будет драки? Да ладно. Ну, тогда я инициирую драку. Что тут у нас? Нормально. Поехали, подеремся. Тут видите, в чем прикол? Тут, типа, даже если ты... Как это говорится? Даже если ты, вроде как, атакуешь первый. И по законам шахматы должен уничтожить дирзя там и так далее противника. Там, пешку, коня и прочего. То здесь еще не все. Здесь ты будешь и проиграть. Даже если ты атакуешь первый. В этом-то и прикол этой игры. Этих шахмат. Шахмат их войн, так сказать. Да, Чесворс. Блин, прикольная, на самом деле, концепция игры. Мне она нравится. Она очень необычная. Такая, как JRPG-шка. И выглядит довольно прикольная игра. Но все еще. Не думаю, что это прям игра мега популярная станет. Но хотя бы мое видео может быть благодаря этому видосу моему. Хоть кто-то про нее узнает. Было бы неплохо. Так, давай попробуем от этого развалить. А вдруг получится? Потому что по закону шахмата я хочу его атаковать. Так, поехали. На! А у него резисты, ему наставить. Он сейчас как вжарит меня. О, будет мне больно. Ну. Так. Слушай, а мы можем его поджечь, да? Панч и оппонент. Инфликт a lot of damage. Ну давай, попробуем добить его. Вдруг получится. Я просто не думал, что он восьмой стороне ему нанесет. Я так подумал, сейчас вдруг ударю и никогда не сработает. Так, ну поехали зарубать дальше, да? О! Площь глобал атак. Давай. Вот, я теперь вижу, как это работает. Ядерная ракета. 7 минус 20 урона. То есть надо выбрать сначала было кого-то. Понятно. А это что делает? Ага. Это защищает. Поменять ману с жизнью. Блоу и писар. То есть развалить противника. Ну давай, попробуем коняшку развалить. Все, я помню. Тут, короче, вот эти штуки используются прям, ну, непосредственно в бою. Так, что мы можем? Заморозка есть? Молния. Огонек. А молния доносит до хрена урона. Давай мне подходит. У него, правда, защита у коняшки не слабенькая такая. Но урона прям хорошо дало, да. Ну-ка, что будет делать конь? Заморозка. Вот зараза. Сейчас ударит еще. Ну, выстрелит. Короче, конечно, да, у более высоких фигур больше, как это сказать, преимущества. То есть, например, ну, реально там слон против коня будет сильнее. Но все равно у коня есть шанс победить. Слабенький, но все же шанс. Че они не атакуют, мне вот интересно? Так, ну давай попробуем взорваться и развалить близлежащих оппонентов. То есть суицидал атак получается. Прикольно на самом деле. Типа пожертвовать собой. Ох, нихрена себе. И развалить рядом противников, это прикольно. Так, давай вот этого уничтожим. Ну, пешечку эту добьем. А, тут полуубитая. Поэтому почем бы и нет. Хорошо. Так, я даже если честно не знаю, кто побеждает. Вроде как все сейчас на равных идет. Ну, плюс-минус, если так подумать, да? Так, а ты давай, наверное, молнией жать. Мы уже одну такую коняшку убили. В чем проблема убить вторую? Да? Похилить бы тебя, конечно, было бы. Неплохо. Но, конечно, эта фигура у нас сейчас, кажется, помрет. Или мы можем похилиться. А, у меня ноль зель. Жаль. Да, добивай его. А похилить я даже не знаю как. Можно вот поменять ману с этим, с жизнями. Ну, это если мне дадут походить этой фигурой. А вот зелья здоровья валяются. А, не дадут мне походить. Эд, сволочь. А, слушай, он отхилился. А, нет. Ок. Понял. Лазиль здоровья возьмем. Нам они пригодятся? Или что это? Или это просто хп? Просто пока походим. Так, это что такое? Что за скилл? Сейчас посмотрим. Так. Built a super piece by combining two of your pieces. Типа супер пешка или что? Или как это? А ну-ка. 100 на 100. Ну, типа. Ну, не знаю. Наверное, супер пешка какая-то. Или как это? Понять. Ладно, не важно. Так, давай просто урон. Может, получится с одного удара убить. А, нет, резист. Нифига себе. Мне прям прикол, как у них резисты прокатывают. Прям. А, ну, у него-то понятно. А у пешки против слона как? Резист. Вот это непонятно. Типа слишком как-то круто пешка себя чувствует. Против слона. Прям офигенно. Держится прям молодцом. Так, ну сейчас это должен походить на меня. Да, конечно. Она же побитая. Мы, мой же слон побитая. Я на это и надеялся. Я думал, что сейчас так произойдет. Так, плюс урон он себя вроде вкинул. Я вот не знаю, что мне вкинуть. И что мне сделать. Можно поджечь. Но он не слабо. Ну, слабо так дает. Пост 10 health points. Так это так еще хпшки стоит. Ну, давай попробуем ударить его. Посмотрим, насколько больно будет ему. Ой, больно. А сейчас он меня добьет. Это будет прям прикол. А, нет. Ну, что ж, чувак. Кажется, ты отлетаешь. Видите, он напал первый. И в итоге сейчас рипнется. А у меня 2 хп осталось. Прикол, да? Так. Вот теперь тебя бы похилить. Ух, как было бы хорошо. Давай обменяем жизнь и ману. Ну. А. Это только с кем-то меняется. Ну, тогда я даже не знаю. Так. Ну, это подрыв, я помню. Давай просто походим. Потом разберемся. Ну, мы, кажется, немножко всираем. Да. Так, что у нас тут? Ага. Что у нас тут? Ага. Можем атаковать. Поехали. Так. Как насчет молнии? Вот эта атака молнии очень хорошая. Прям дофига урона дает. Ну, как панч, как удар вот такой вот, да? Только не у пешки, а у слона. У слона тоже удар хороший. Так. Ну, и дальше молнии жарим. Все. Пешка отлетает. Блин, у противника пешек много осталось. У меня нет. Зато мы вроде как у противника, ну, у него всех лошадей забрали. То есть, в принципе, я не знаю, не сказал бы, что мы прям ровень в ровень идем, но вот, плюс-минус. Бодаемся. Давай эту добьем. Блин, а мы можем так еще и победить. Вот это сейчас будет партия прикольная. Так, молния. Тебе бы ману пополнить, конечно. Было бы очень классно. А то манки мало. Вот это надо вот эти специальные способности подбирать на карте. На доске, извините. Так. Ага. А мы сейчас... Оп, и сюда отойдем. Чтоб король не мог его развалить. Так, я попробую эту пешку разнести. Или нет. Или нет. Или давай мы тебе дадим защиту. С этой защитой. Если она, конечно, сработала. Я не совсем понял, сработала она или нет. И с этой защитой попробуем развалить пешку. Ну, понятное дело, что мы ее развалим. Но все равно. Мана, что она не пополняется, по идее. То есть вообще не пополняется. Как я понял. Так, сколько там? Всю ману будет тратить. Да. Ну, зато мы... Вот этой фигурой нашей беленькой... Прям много чего наделали. Прям очень многих поубивали. Осталось две пешки и король. И все, да? Давай ему угрозу создадим. Он будет сейчас убегать, естественно. Ну, конечно. Ясен пень. Ему неплохо было бы убежать. А, тут два хп. Я лучше отойду, да? С двумя хп сражаться как-то такое себе удовольствие. Так. Давай лошадкой возьмем этот баф. Тоже сейчас забафается. Это, я так понимаю, бафы на урон, да? Или что? Или типа того. Так. Давай пособираем всякого. Перед тем, как атаковать короля, надо, наверное, забафаться. По максимуму. Насколько это вообще возможно? Так. Сюда. То есть сейчас бафов насобираем и пойдем атаковать его. Ну, короля. Непосредственно. Правда, не знаю, кем. У нас никого особо такого крутого нет. Но сейчас что-нибудь придумаем. Вот это возьмем. А, подожди. Там отображается, что за баф. Ну, давай глянем. Так. Пешка тут у нас есть. Но она, правда, живучая. А если пешку подорвать? Что там у короля по жизни? А у него бесконечность жизни? Офигеть. И зачем? И как это? Так, что это за баф? Баф урона. Давай сделаем. Подожди, а мы, получается, короля не сможем убить, да? А он сможет нашего убить. Офигеть. А у нашего короля тоже бесконечность жизни. Блин, вот. Прикол. Так, пешка уходит логично. Давай, мы эту пешку... Ну, короче, надо всех пешек добить, да? Это что такое? Телепортация? Вау. Вот это интересно. Так, ну, сейчас у нас прям интересный файт идет, потому что решается, так сказать, судьба черной стороны. Наша белая сторона пока доминирует, но не то чтобы сильно. Так, чек. Он сейчас уйдет, естественно. Ага. Так, слон забирает баф и блочит пешку. Блин, даже не знаю, тратить ли слона? Так, давай обменяемся с лошадкой жизнями. Во. Хорошо. То есть слон у нас будет более полезный в этом плане. То есть добиваем пешку и делаем для короля врага большую опасность. Ну, по крайней мере, я думаю, что это будет большая опасность, а там разберемся. Я так понимаю, надо всех пешек убить, и только тогда король откроется для атаки. Так, добиваем. Хорошо. Наш король, так сказать, бессмертный. Вот их тоже. Надо сделать так, чтобы их король был смертный. Ага. И сейчас он смертный? Нет, у него инфинит хп. В чем прикол? Типа, надо своим королем его развалить, или что? Ха. Или ему надо создать условие, при котором он, ну, инстантно проиграет. Так, и думает. Ну, думай, думай. Я просто не знаю, чем мне тут делать, как его подловить. А все завис, да? Нет. Искусственный интеллект тупой. Да, кажется, повис он. Типа, не знает, куда походить, не знает, что сделать. Или игра просто повисла. Ну что, ребят, в принципе, на этом моменте, я думаю, можно и закончить этот видос по игрушке Chess Wars. Как я сказал, по ссылке в описании вы можете ее скачать, можете сами опробовать ее. Игра прикольная. Но, как видите, да, вот на полчасика, не больше. Типа, одну-две партии сыграть, попробовать, побаловаться, я не знаю, и все. Я даже не знаю, здесь есть режим игры, ну, там, против других игроков. Я в головной менюшке не нашел. Здесь просто вот начинаешь игру, и только с ИИшкой играешь, и все. Что, на самом деле, довольно скудно. Я бы хотел, там, против друга, например, поиграть в такие боевые шахматы. Это было прикольно, согласитесь. Типа, шахматы такими условиями. Но, к сожалению, только с ботом можно поиграть. Не то, который тупит, но он, по факту, проиграл уже, да. Потому что у меня и фигур больше, и сейчас я его в тиски зажму и уничтожу. Но, это дело такое. На этом, в принципе, все, ребят. Спасибо, что посмотрели это видео. Если впервые подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, лайкайте, комментируйте. Ну, и не забывайте по ссылкам в описании переходить в нашу группу ВК, в Дискорд канал. Ну, и на наш Твич заглядывайте. Мы там стримим всякое стратегическое, и не только. На этом все. У микрофона был любитель всяких необычных игрулик, мистер Чейзер. Всем удачи, и всем пока. Еще увидимся.